В редакцию новостей УТС обратился житель Тагучинского района. Он рассказал, что попал в ДТП, но на суде из потерпевшего превратился в виновника аварии. В этом он усмотрел несовершенство судебной системы и вину юристов, которым обратился за помощью. В итоге мужчина остался без денег и практически без шансов добиться справедливости. Мои коллеги разбирались в ситуации. Виктор Земляной рассказывает о последствиях ДТП трехлетней давности. Говорит, разворачивался на главной дороге и получил удар в заднюю часть машины. Виновник аварии просил ГИБДД не вызывать и обещал оплатить ремонт. Что-то сделали. Привезли ржавый бампер и новый багажник. Но до конца дело так и не довели. Тогда пенсионер пошел в суд. Я пошел без адвоката. То, что мне перед этим секретарей все сказали, а зачем тебе адвокат? Что, сам не можешь сказать, как было? Я говорю, вполне могу сказать. Ну, я без адвоката и пошел. Она адвоката наняла. И в конце, когда суд заканчивался, она привезла лжесвидетелей. В итоге, в ходе разбирательства статус потерпевшего он сменил на виновника ДТП и проиграл суд первой инстанции. Тогда пенсионер поехал в Новосибирск и заключил договор с юридической фирмой. Для этого оформил кредит на 30 тысяч рублей. Адвокат дело не смотрела фактически. Потом устранилась от меня. Я не могу до сих пор с ней связи иметь. Я два раза заезжал в ее офис, хотел ее увидеть. И так я с ней не встретился. Потом мне дали второго адвоката, чтобы продлить срок подачи заявлений в областной суд. Он не приехал на заседание. Потом был третий и четвертый адвокат. Но и в апелляционной инстанции наш зритель вновь потерпел поражение. Потраченные на судебные издержки деньги ему так и не вернули. Мы обратились в юридическую компанию «Право персон», чтобы выяснить, что помешало добиться справедливости. Там подтвердили, что над делом работали несколько сотрудников. И по телефону связались с последним из тех, кто работал с доверителем. Я не знаю, в какая сложность была. Я видел просто решение суда, где он виноват, призвали его виноват в ДТП. В апелляции подтвердили его виноват в ДТП. Касаться отказалось, что нужно делать дело, потому что не нашла основания, что он в ДТП не виноват. В компании отметили, что договор юридических услуг можно расторгнуть. В договоре была прописана гарантия 50% возврата оплаченных средств при неисполнении предмета договора. Руководство фирмы готово рассмотреть претензию и даже вернуть деньги. Тем временем эксперты считают, что все закончилось бы для потерпевшего хорошо, а форме он ДТП надлежащим образом сразу. Билля для водителя – это правило дорожного движения. Что делать в случае аварии, там указано, как должен поступить водитель. То есть все вот эти договоренности, начиная с этого, это всегда на свой страх и риск. Ну, соответственно, к сожалению, первое, что здесь человек с чем столкнулся в нашей истории, это то, что он поверил в кому-то, да, то есть так кто-то может поступил недобросовестно. Также опытный адвокат советует всегда тщательно подбирать себе судебную защиту. В последнее время многие считают себя экспертами в области права. Есть автоюристы, которые занимаются разбором дел о ДТП. Но подчас они не обладают достаточными знаниями. Рычагов воздействия на них намного меньше, чем на адвокатов. И взыскать деньги с недобросовестных юристов почти нереально. Тем временем Виктор Земляной надеется, что ему удастся дойти до Верховного суда и доказать свою невиновность. А также выяснить, почему суд принял во внимание показания лжесвидетелей. Это для него уже дело принципа. Дмитрий Белькевич, Алексей Погодин, Александр Миняйло. Новости ОТС.